Как сделать индивидуальный дизайнерский ремонт под ключ? Заказчик не погружается в ремонт, не занимается доставками и разгрузками. Вся логистика, доставка, разгрузка уже входит в стоимость договора. Фартук сделан под стиль столешницы, но от одного санузла заказчик отказался и сделал себе. От ванны мы отказались. Смотрите, что интересно. Вот заказчик попросил вот такой вот сделать стульчак. Вот здесь вот у нас спрятались все коммуникации по воде. Смотрится восхитительно то, что нужно ребенку. В этом видео отвечу на несколько вопросов от потенциальных клиентов по поводу работы нашего сервиса готовых ремонтов SimpleBox. Всем привет! Сегодня расскажу вам, как сделать индивидуальный дизайнерский ремонт под ключ, не выходя из дома. Мы находимся в трехкомнатной квартире площадью 79 квадратных метров в жилом комплексе «Лучи». Это уже шестой объект в данном ЖК. Ремонт полностью готов, и при этом заказчик был всего лишь несколько раз на объекте. Это стало возможно благодаря нашему готовому решению, которое позволяет выполнить дизайнерский ремонт удаленно. И при этом заказчик не погружается в ремонт, не тратит время на подбор чистовых материалов, а также не занимается доставками и разгрузками черновых и чистовых материалов. Сейчас расскажу, как работает наш сервис готовых ремонтов SimpleBox. Первое. Мы подписываем с вами договор, в котором прописаны сроки, гарантии и финальная стоимость. Второе. Создаем рабочую группу WhatsApp, в которую входит заказчик, руководитель проектов, дизайнер, архитектор, начальник участка и прораб. Третье. Совместно с вами разрабатываем ваш индивидуальный дизайн-проект, подбираем под вас чистовые материалы, и уже на этом этапе вы можете видеть, как будет выглядеть ваш будущий интерьер. После согласования дизайн-проекта мы выходим на строительную площадку. Начинается процесс отделочных работ. Здесь вы тоже можете не переживать. За долгие годы своей работы мы отобрали черновые материалы от проверенных производителей. А черновая электрика и черновая сантехника, она премиального качества, вне зависимости от выбранного вами пакета. Мы сами привозим отделочные и чистовые материалы на объект. Вся логистика, доставка, разгрузка уже входит в стоимость договора. Вам не надо стоять в пробках, ходить по гибермаркетам. Все это мы делаем за вас. После ремонта мы делаем влажную уборку. Все, ремонт готов. Сейчас пройдемся по квартире и посмотрим, какой ремонт получился. Начнем мы с кухни. Она у нас небольшая, тем не менее, у нас здесь все с комфортом расположилось. Это вот большая угловая кухня, холодильник и обеденный стол. Он чуть сместится в центр и здесь комфортно сядут 5-6 человек. Теперь по поводу отделочных материалов. Потолок у нас натяжной, матовый. Из элементов освещения у нас люстра и точечные светильники. Точечные светильники сделаны для того, чтобы освещать рабочую зону кухни. А все это включается и выключается при помощи выключателей. Также на потолке мы сделали вот такой вот короб из гипсокартона для того, чтобы спрятать вытяжку. Варочная панель, под ней вентилятор и проходит вытяжка и уже центральную систему вентиляции. Также вот с торца мы сделали решетку для того, чтобы она выкачивала воздух уже из всей кухни. То есть это сделано индивидуально под варочную панель, а здесь уже общий воздухообмен в кухне. Также здесь вот смотрите решение. Это фартук сделан под стиль столешницы. Можно также использовать плитку, можно использовать каленое стекло. Но заказчик в данном случае выбрал материал МДФ. На стенах у нас обои под покраску, розетки и выключатели также Элегрант. На полу у нас керамогранит и талон Таймлесс. Его особенность это вот размер 225 на 900. И плюс его укладка на 1 треть. То есть вот это вот расстояние, она 1 треть от всей длины. То есть 30 сантиметров. И вот так идет смещение. То есть можно наполовину смещать, а можно на 1 треть. Вот на 1 третью, мне кажется, это более интересно. Если что, свое мнение напишите, пожалуйста, в комментариях по поводу данного вопроса. Так, с кухней у нас все. Проходим дальше. По планировке застройщика здесь должно быть два санузла. Но от одного санузла заказчик отказался и сделал себе постирочную. Вот у нас здесь стоит стиральная машина, а также система хранения, полки для того, чтобы здесь хранить свои вещи. То есть если у вас два санузла и одним вы пользоваться не будете, вот можно использовать такое вот решение. Ну и соответственно, сзади здесь стоит стояк канализации для того, чтобы отливалась стиральная машина. Также выводы все от кухни проходят здесь вот по стене и также уходят в канализацию. Вот коридор у нас пошел дальше и здесь проход у нас на кухне. Вот вы можете видеть, что у нас здесь разный цвет. Здесь синий, здесь светло-голубой. Здесь у нас будет во всю стену встроенный шкаф. Мы сейчас просто приставили плинтуса, они здесь не закреплены. Поэтому когда будет монтироваться шкаф, плинтуса уберутся и соответственно это все закроется мебелью. Здесь у нас располагается электрический щиток и все слаботочные коммуникации. Здесь мы проектировали высоту относительно мебельных полок. И после того, как все это смонтируется, это аккуратненько все будет лежать на полке. По поводу того, как мы сделали электрику и сантехнику на этом объекте, ссылочка будет в описании, обязательно посмотрите черновой этап этой квартиры. Можете сравнить, что было до и что получилось уже по финалу. Дальше мы с вами проходим в комнату. Это вот у нас хозяйская спальня. И смотрите, обои под покраску, обои под покраску. Здесь также под покраску. А здесь сделана акцентная стена в виде таких вот узоров, лепестков, листьев и так далее. А также вот индивидуальные брашки со своими выключателями по каждой стороне. Единственное, что вот сюда вот не привезли еще люстру. Она у нас заказная, поэтому буквально еще неделя и все приедет. Также сделана функция отключения-выключения общего света. То есть проходной выключатель с каждой стороны и с этой, и с этой. В углу мы повесили кондиционер. Потолок также натяжной. На полу у нас ламинат квик-степ. Вот здесь вот мы сделали специальную нишу для того, чтобы расположить шкаф для личных вещей. Двери у нас профиль Дорс Аляска У2 со стеклянной вставкой. Достаточно комфортные двери белого цвета, глянцевые, очень достойного качества. Поэтому, если вы хотите двери белого цвета, то вот эту серию можем вам рекомендовать. Белый плинтус МДФ под цвет дверей, чтобы это все гармонично и лаконично смотрелось. Кстати, обои антивандальные. То есть вот такая вот у них структура. Значит, они устойчивы к механическим повреждениям. Но, если у вас будет задача победить обои, вы победите. Поэтому всему есть предел. Но, можем сказать, что на данный момент это оптимальное решение, если вы хотите обои под покраску. Следующее помещение – это у нас будет кабинет. Здесь мы специально вывели серию розеток, интернет и 220. Для того, чтобы здесь стоял компьютерный стол, и можно было немножко поработать в квартире. Здесь стены у нас приятного бежевого цвета. Очень такой теплый, светлый, ненасыщенный цвет, который вызывает чувство комфорта. Освещение у нас здесь вот такая вот интересная люстра. Также натяжной потолок, ламинат и плинтус белого цвета МДФ. Так, идем дальше. Это у нас с вами продолжение коридора. И здесь у нас санузел, здесь у нас ванна. Поехали. Так, от ванны мы отказались. Ну, наш заказчик. Он захотел душевой поддон. Пожалуйста, сделали. Вот он, душевой трап. Уклон, чтобы вода стекала. Стеклянная перегородка. Она, по-моему, весит 24 килограмма. И ее достаточно интересно было монтировать. Смотрите, что интересно. Вот заказчик попросил вот такой вот сделать стульчак. Мы под него специально делали конструкцию. И потом уже обкладывали плиткой. То есть здесь у нас мозаика. И сверху тоже. Здесь металлический профиль. Чтобы можно было сделать под 45. Но есть вероятность, что можно порезаться. Поэтому вот сделали такой вот металлический полукруглый профиль. Чтобы это было безопасно. Также здесь у нас душевая стойка. На тропический душ. И можно помыться отдельно лейкой. Также здесь еще смеситель. Вот такой вот широкий трап. Вот практически во всю длину. Чтобы хорошо стекала вода. И не было здесь никаких луж. Обязательно уклон. В ролике с черновым ремонтом мы подробно показывали, как это все выглядит, когда еще не уложена плитка. По левую сторону от входа у нас расположился электрический полотенцесушитель. А вот здесь вот система управления. Можно делать гречей или холоднее. На стенах у нас керамогранит эталон шаром экстра. Размеры его 25 на 75. Вентилятор и натяжной потолок с четырьмя точечными светильниками. Света достаточно. Очень хорошо освещенное помещение. Зеркало с подсветкой. Майдадыр. Здесь, соответственно, выдвижные ящики для того, чтобы положить какие-то банные принадлежности. И по правую сторону розетка и выключатель. Выключатель это для подсветки, а розетка это для плойки или для фена. Так, идем дальше. Санузел. И вот здесь вот у нас спрятались все коммуникации по воде. В ролике по черновому ремонту с этого объекта очень наглядно показано, как устроены все коммуникации. Установлена система инсталляции. И вот такая вот хромированная клавиша. Обычно она горизонтального типа. Здесь вот заказчик выбрал вот такую вот интересную вертикальную. Справа у нас гигиенический душ. Вот его система управления. Горячее и холоднее. Здесь сделали раковину для того, чтобы можно было помыть руки. Раковина это Якоб Далафон. Очень стильная, красивая. На стенах у нас аналогичный с ванной керамогранит Шарм Экстра 25 на 75. На полу у нас керамогранит 60 на 60. Эталон Дезерт. Далее мы попадаем в детскую комнату. Она у нас получилась в приятных теплых цветах. Спасибо нашим заказчикам, что выбрали такое цветовое решение. Три стены у нас. Это обои под покраску. А вот эта стена сделана в обоях Гран Деко. Рисунок это звездочки разных размеров, разных цветов. Смотрится восхитительно. То, что нужно ребенку. Из освещения здесь у нас это люстра в центре. И серия точечных светильников. Так как здесь будет стоять письменный стол, за которым ребенок будет делать уроки. Здесь мы сформировали нишу для того, чтобы сделать встроенный шкаф. Также можно эту стену не строить. Но тем не менее, когда у вас есть эта перегородка, вы можете сделать встроенный шкаф. В этом видео отвечу на несколько вопросов от потенциальных клиентов по поводу работы нашего сервиса готовых ремонтов SimpleBox. Сколько стоят работы, а сколько стоят материалы? В среднем стоимость работ выходит 10-12 тысяч рублей за квадратный метр. Все остальное это черновые материалы, отделочные материалы, доставки, разгрузки, также уборка. Можно ли использовать другие отделочные материалы? Да, по желанию мы можем заменить материал на предложенный вами. Это могут быть двери, ламинат, плитка, светильники и так далее. Никаких ограничений для вас. Это ваш индивидуальный проект. Он будет именно таким, который вы хотите. Входит ли в стоимость кухня замена входной двери или установка кондиционера? Это дополнительные услуги. Они не входят в базовый пакет. И по желанию мы вам делаем расчет. Вы уже принимаете решение по поводу приобретения данных дополнительных услуг. Если у меня уже есть отделка от застройщика, будет ли дешевле? Предварительно мы делаем смету. Уже смотрим, какие работы выполнены. Может быть у вас уже возведены перегородки. Или как в данном ЖК уже готова стяжка. Соответственно делается перерасчет. И ремонт для вас будет дешевле. Мы каждый объект рассматриваем индивидуально. Стоимость формируется уже конкретно под вашу квартиру. Как происходит оплата? Оплата происходит по факту выполнения. Это вся сумма разбита на 8-10 комфортных платежей. Сразу вы все деньги не отдаете. Это идет все постепенно. И вы уже видите, за что вы переводите деньги. В чем основное преимущество вашего предложения? В первую очередь вы изначально знаете стоимость и сроки. То есть цена неизмена ни при каких обстоятельствах. И в договоре даже нет такой возможности, чтобы цена как-то изменилась. Полностью индивидуальный проект мы разрабатываем под вас. И вы понимаете уже на начале ремонта, что в итоге у вас получится. Еще одно преимущество. Это уже проверенные материалы и решения, которые отработаны на десятках объектах. То есть мы выделили для себя черновые материалы, из которых формируется основа ремонта. И также уже отобрали поставщиков и производителей чистовых материалов, за которые не стыдно. И еще один большой плюс – это экономия своего личного времени. Вы не ездите по гипермаркетам, не стоите в пробках, не делаете доставки, разгрузки и так далее. Теперь несколько слов про стоимость данного ремонта. Итоговая площадь – 79 квадратных метров. Стоимость всех работ – 963 тысячи рублей. Стоимость черновых материалов – 471 тысячи рублей. Стоимость чистовых материалов – 917 тысячи рублей. Итого 2 миллиона 352 тысячи рублей. Срок ремонта – 6 месяцев. Это от начала разработки дизайн-проекта, заканчивая влажной уборкой. Все ваши вопросы оставляйте, пожалуйста, в комментариях. Или пишите по номеру WhatsApp, который я оставлю в описании к данному видео. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Вы нам очень сильно помогаете. Спасибо, что нас смотрите. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!